Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Мюнхенскую Баварию FIFA 22 на PS5. Огромное спасибо ребятам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками и сегодня у нас ребята четвертьфинал Лиги Чемпионов, в которой мы с таким трудом пробились в прошлой серии. Казалось бы после первого матча с Челси все должно было быть здорово и спокойно, но ребята в ответ на матчи Челси забили нам три мяча, только в концовке мы смогли один гол еще забить и выйти в дополнительное время, там мы тоже обменялись голами и все решилось в серии 11 метровых ударов, где нас в очередной раз спас Мануэль Нойер. Была настоящая драма ребята, но мы прошли и сегодня попали на еще одну непростую команду, но перед этим нам нужно просимулировать быстренько матчик с Юниан Берлин, давайте посмотрим как завершится эта игра. У нас сегодня в чемпионате будут симуляции, у нас также сегодня кубковая игра и там по-моему если я не ошибаюсь нас ждет полуфинал. Здесь Садио Мане, Кимих и Сане забили по голу и принесли нашей команде три очка. Еще одна игра чемпионата, игра против Райбурга и здесь тоже симуляция, ну а через два дня на третий у нас уже как раз таки выступление в Лиге Чемпионов. Здесь ничья 1-1, единственный гол на счету Мусиялы и у нас здесь выходил плюс-минус такой резервный состав, а сейчас отправимся уже на игру полной боевой готовности. Вот они ребята, пары четвертьфинала, Интер, Атлетика, Мадрид, Бавария, Мадридский Реал, Барселона, Манчестер, Сити и Милан, Манчестер, Юнайтед. На мой взгляд очень интересные противостояния в четвертьфинале нас с вами ждут, ну и мы попали на весьма непростого соперника, на мой взгляд одного из сильнейших, которые здесь есть. В принципе наверное каждая пара, она плюс-минус равна и кто пройдет дальше пока не ясно. Вы ребята усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и вот они стартовые составы команд. Бензима, Венисиус и Родриго в нападении у Мадридского Реала против Садио Мане, Сане и Комана. Кто окажется сильнее, мы сегодня узнаем тот же, кто и пройдет полуфинал Лиги Чемпионов. Поехали! Хочешь стать звездой футбола, тогда залетай в футбол-тим. Это футбольный онлайн-менеджер, где все игроки это реальные люди. Сначала ты создаешь своего футболиста, выбираешь ему внешность, ну а после начинаешь потихоньку прокачивать. Ты ходишь на тренировки как в реальной жизни, изучаешь финты, кушаешь в столовке, чтобы поднабраться сил. Ну а для заработка денег тебе нужно немножко поработать, например, помощником тренера. Все это прямо в игре. Ты применяешь свои футбольные способности, помогаешь командам забить. А кстати, про команды. Ты можешь создать свой собственный клуб, либо уже вступить в готовый, который создали другие игроки. Все зависит только от тебя. Сейчас в игре проходит ивент «Школьная пора», который продлится до 12 сентября. Новые плюшки и уникальные возможности ждут вас. Переходи по моей ссылке в описании, проходи быструю регистрацию в 2-3 клика, либо через соцсети и получай целых 600 энергии и 500 тысяч евро для старта, чтобы потратить их на первый тренировочный день. Увидимся на полях, футбол-тим. Сейчас нам ни в коем случае нельзя, ребята, расслабляться, как это было в матче с Челси. В первой встрече мы забили два и, казалось бы, уже все должно сложиться. Также спокойно просто довести двухматчевое противостояние до своей победы. Но не тут-то было. Челси на выезде показали, что могут играть в футбол, умеют забивать. И с мадридским Реалом таких ошибок нам допускать ни в коем случае сейчас нельзя. Нужно играть в полную силу, нельзя выключаться не на минуту. Тем более в первом матче, ребята, мы играем дома. Звучит гимн Лиги Чемпионов. Команда уже на зеленом газоне. И Карим Бензима начинает эту встречу с центра поля. Поехали. Венисиус. Пошла подача в штрафную. И уже Карим Бензима пытался пробить. Но ему не дали. И тут же быстроногие футболисты Баварии начинают контратаку. Альфонсо Дэви. Здорово. Набирает сейчас скорость. Передача на Садио Мане. Она прошла. Мане бьет. Кингсли Коман. Удар в ближний. А если бы в дальний мяч лег, то, возможно, получилось бы что-то более интересное. Новая атака мадридского Реала. Не получилось у них с фланга Венисиуса. Попытались сейчас с фланга Родриго. Но тоже все оказалось безуспешным. И попытка контратаки уже нашей команды. Здорово. Передача. Садио Мане. Ну же. Парашютик. Ворота пустые. И Кингсли Коман. Открывает счет в этом матче. Здесь парни в нашей атаке не растерялись. Ну и стоит отметить, конечно, как Лерой Санэ смог сохранить на ленточке мяч для команды. Там ошибся немножко защитник Реала. Ну и Садио Мане здесь сделал великолепную передачу. Кингсли Коману оставалось только пробить по пустым воротам. Это 1-0. Это 16-я минута. Третий гол Комана в шести матчах. И мы вышли, ребята, по-хозяйски вперед. Новая атака мадридского Реала. 21-я минута. И здесь спокоен Мануэль Нойер. Он просто забирает мяч в руки. А вот выбрасывает его не очень удачно. И мадридский Реал начинает тут же новую атаку. Здорово. А из-под ноги, из-под ноги, ребята, мяч выбили. И здесь нас просто простили. Это Венисиус. Но мадридский Реал тоже, ребята, будет. Будет моментально стараться наказать при вот таких вот потерях. Казалось бы, здорово. Томас Мюллер выиграл мяч. Но потом тут же отдал его сопернику. Первый пас заблокировали. А здесь Лерой Санэ помогает в отборе. Но Реал будет продолжать свою атаку. Держать, ребята. Держать сейчас соперника. Подача в штрафную. Мать из Деликт. Здорово. Ну а вот теперь успеем убежать. Успеем ли мы убежать в контратаку. Перевод на Лерой Санэ. Но нет. Снова все перекрыто, ребята. И после гола я бы не сказал, что у нашей команды было много каких-то опасных моментов. На одну минуту добавил главный арбитр к окончанию первого тайма. И он дает Мадридскому Реалу провести атаку. И нам очень везет, что здесь мяч не попадает в руку. Альфонсо Дэвис. Он поднимает руки вверх и говорит, я не трогал мяч руками. Ну и все. Свести. Свести. Арбитр переиграли уже 4 минуты. Атлетика Мадрид тем временем на выезде выигрывает 1-0 у Интера. У нас 1-0 против мадридского Реала. Но я бы сказал, что, ребята, этот первый тайм получился очень напряженным. Играть еще достаточно командам в этой лиге чемпионов. Но вот этот первый тайм был уже довольно непростым. Нужно попробовать забить второй, чтобы стало чуть-чуть полегче. Кингсли Коман пытается раскачать сейчас защитник Реала. Коман. Передача. Пас штрафную, но здесь нет. Здесь так же легко, как и Мануэль Нойер. Тибо Куртуа выходит. Забирает мяч в руки. Опасно. Удар поворотом. Нойер вступает в игру. И Венисиус. Хитро пропускает мяч на угловой. Лука Модрич пробивал поворотом. И его как раз-таки сейчас поменяли. 58 минут позади. По-прежнему 1-0. Нойер. Спокоен. Передача на Садио Мане. На Лероя Сане. Вот сейчас Садио Мане. Находит пасом Томаса Мюллера. Тот разворачивается. Мюллер бьет. В какой момент ты буквально с шагом здесь. Провел атаку Томас Мюллер. Ну давайте. Гнабри вместо Сане у нас выйдет. 62-я минута. И угловой уже у ворот Мадридского Реала. Кимих у мяча. Подача. Горецко. Забить. И там чуть в свои ворота мяч не полетел. Но ребята могли. Могли. По-моему Эрнандес выскакивал. Это очень маленький перевес. Еще один удар поворотом. И снова Венисиус не попадает в ствол. Немножко другой фланг. Его развитие все-таки скажется в плюс. А сейчас отличная передача. Гнабри залетает штрафную. Бьет поворотом. Добивай в пусты. Это ошибка. Это ошибка Тибо Куртуа. Удар был не очень сильный. Но Кингсли Коман, ребята, оказался в нужном месте. В нужное время. Это 2-0. И здесь Гнабри, но уже просто от безысходности бил поворотом. Ничего не оставалось другого. И, что называется, Тибо Куртуа просто привез. Он отбил мяч. И никто из партнеров не успел подстраховать. Не успел вынести. А Кингсли Коман забивает второй. Это, ребята, 2-0. 77-ая минута. И они продолжают идти вперед. Подача в штрафную. Вот здесь здорово. Минди почему-то на другой фланг сместился. Гнабри здорово убирал. Но Минди успел в последний момент немножко цепануть мяч. Никакого нарушения правил. Гнабри. Передача. Кингсли Коман, Садио Мане, Томас Мюллер. На длинном шаге пытался проскочить между двух футболистов Реала. Но не пустили его вперед. И у нас остается буквально последняя минута. Ну, конечно, еще арбитр что-то добавит. Кингсли Коман. 100% лучший игрок сегодняшнего матча. Два гола на его счету. Карим Бензима покидает поле. И остается буквально минутка. Минутка этого времени. Мариан Диас появился на поле. Подача в штрафную. Только бы не пропустить. Хорошо. Отбились. И на этом первый тайм, ребята. Точнее, первый матч завершен нашей победой 2-0. Атлетика Мадрид разнес Интер 3-1. Сейчас нас ждет матч против Аугсбурга. Его мы тоже, ребята, симулируем. И быстренько будем отправляться уже на ответную встречу с Реалом. Здесь победа 3-1. Забивает у нас Санес, Сабицер, а также Мусиала. И там на 13-й минуте игрок Аугсбурга получает красную. И вот кто-то мне говорит, что на это влияю как-то я. Это, ребята, игра. На ответном матче четверть финала мы едем в гости к Мадридскому Реалу. В первой встрече мы смогли добыть счет 2-0. Но, ребята, как показывает практика, не всегда этого может хватить. Мы видим у Мадридского Реала перестановки. Там появился Фикир, Азар с первых минут. Ну и, ребята, поехали. Если с Челси второй матч для нас был домашний. Там они в роли гостей приехали и уже отвязно решили сыграть с нами в футбол. Забив три мяча, устроив настоящую рубку на поле. То сейчас уже мы в роли лидера этой пары после первой встречи приезжаем в гости к Реалу. Которые у себя дома явно не захотят огорчить домашние трибуны. Ну а мы должны просто качественно отыграть так же, как и в первой встрече. И постараться без волнения пройти в полуфинал. Звучит гимн Лиги Чемпионов. Команды готовы. Улыбка на лицах некоторых игроков Реала. Видимо, они считают, что все-таки домашние стены сегодня помогут команде выиграть и пройти в следующий раунд. Ну посмотрим. Здесь грубый подкат. Арбитр даже не считает, что это было нарушение правил. Вот это уже интересно. Будем надеяться, что судья сегодня не за Реал. Это Назар. Его пытаются встретить. Никакого пенальти. Нужно подниматься. И агрессивно. Мадридский Реал с первых минут действует. Передача на Лерой Сане. Вот это провал в обороне Реала. Сане набирает скорость. Надо навешивать туда на Садио Мане. Вынимай. Вынимай быстрый гол на восьмой минуте. Садио Мане и Лерой Сане на двоих. Разыграли великолепную комбинацию. Ну вот Реал решил агрессивно пойти в атаку. В итоге провалились. И тут же пропустили на восьмой минуте. А кто-то в комментариях постоянно говорит, что я болельщик Реала. И я все время делаю так, чтобы Реал побеждал. Будь то матчи Барселоны. Будь то, когда я играл в карьере за игрока и мадридского Реала. Мадридский Реал я не мог обыграть. Но вот сейчас, ребята. Как вы видите. Три мяча в их воротах. Реал начинает торопиться. И вот мне кажется сейчас. Либо получится так, что они смогут забить хотя бы один. И еще понесутся в атаку. Либо, ребята. Мы сможем забить еще. Потому что вот именно ощущение такого, знаете. Куража. Был офсайд? Нет офсайда. А Лерой Санэ не смог выберечь передачу на Горецку. Альфонсо Дэвис. Какой подкат, ребята. Забить еще. Это Кингсли Коман и 2-0, ребята. 2-0 на 23-й минуте. Кингсли Коман герой этих двух матчей с Реалом. Но я бы снова отметил и подкат Альфонсо Дэвиса. И розыгрыш. Лерой Санэ и Садио Мане. Передачи вышли на загляденье. Черпачок. Мане. Посмотрите, какой пас выдает Коману. И тот расстреливает ворота. Тибо Куртуа. Мне кажется, Реал уже просто посыпался. В начале матча у них была еще какая-то уверенность. Они понеслись в атаку. Но быстрый мяч забить не смогли. Они быстрый мяч пропустили. И в итоге 4-0 по сумме матчей. Вот так вот пока Бавария расправляется с Реалом. Лерой Санэ. Передача на Альфонсо Дэвиса. Карвахаль против него. Дэвис. Сохраняет мяч в поле. Раскачивает Карвахаля. Делает парашютик на Лерой Санэ. И тот пытался перебросить. Начинаются вторые 45 минут. И вот я не знаю почему. Но когда я играю за некоторые клубы на выезде. Мне игра как-то дается спокойнее. Чем когда мы играем дома. Хотя казалось бы это просто игра. И разницы по сути не должно быть никакой. Но почему-то на выезде некоторые команды играют гораздо лучше чем дома. Я не знаю как это объяснить. Но вот так вот получается. А это дальний удар. Карима Бензима. Это ребята угловой. Ушел от подката. Передача. Томас Мюллер. Вот здесь ребята спасает. Спасает Тибо Куртуа. Альфонсо Дэвис. Подача. Мюллер. И снова Куртуа. Эденазар полетел в штрафную. И удар по воротам. Это Фекир пробивал. Здорово. Не позволили Кариму Бензима сейчас. Продраться с мячом. А это Садио Мане и Лерой Санэ. Новую атаку организовывают. Санэ. Передача на Мане. Бей в дальний. И снова Куртуа. Это Горецко. Его дальний выстрел. И снова Тибо Куртуа спасает. Ну ребята. Мне кажется. Реал уже наелся настолько. Что сейчас. Последние минуты. Они никак не могут даже выйти в атаку. Вот и Карим Бензима. Печаленный. Покидает поле. У нас остаются последние 10 минут. Реал идет в атаку. И знаете. И мне кажется. Вот если отталкиваться от того. Как иногда играет моя команда. Пропуская 2 мяча. То я честно думаю. Что и Реал сейчас. Может вот за счет игры. Просто посыпаться. И игра у них перестала идти. Когда ты пропускаешь. Я не знаю почему. Но там перестают проходить пасы. Передачи. На ход. И все тому подобное. Просто вот игра уходит. Будто из твоих рук. И может быть у искусственного интеллекта. Все происходит точно так же. Мусиала. Подача. Мы проходим в полуфинал Лиги Чемпионов. Здесь прошло все. Без каких-либо сюрпризов для нас. Мы уверенно забили по 2 мяча в каждом матче. И уверенно идем дальше. Давайте посмотрим как сыграли другие клубы. Не только мы ребята. Забили много. Атлетик Мадрид. Проходит Интер с общим счетом 4-1. Мы проходим с общим счетом 4-0. Мадридский Реал. Манчестер Сити обыгрывает Барселону по сумме 3-1. А МЮ обыгрывает Милан со счетом 2-0 по сумме двух матчей. Мы возвращаемся ребята в чемпионат. У нас здесь снова симуляция. Поскольку мы уверенно лидируем. И команды не самых высоких мест. Поэтому мы их симулируем. Это ничья 1-1. И Кингсли Коман забивает единственный мяч нашей команды. Как я и сказал в начале этой серии ребята. Нас сегодня ждет еще и полуфинал Кубка Германии. Мы встречаемся с Майнсом. Это домашняя встреча. И вот так вот выглядят стартовые составы команд. У нас в принципе все без изменений. Наш лидирующий состав из 11 футболистов сегодня выходит с первых минут. Ну и ребята поехали. Не стоит смотреть на то, что сейчас мы играем против Майнса. Команды может быть не самой сильной. Это Кубок. И в этом сезоне ребята мы по Кубку шли. Не сказать чтобы супер уверенно. Были какие-то матчи, где все решалось в серии 11-метровых ударов. Где казалось бы в начале соперник должен легко нам уступить победу. Но не всегда все в Кубке бывает так, как может показаться в начале. Майнс дошли до полуфинала. Они будут выгрызать сегодня мяч вместе с ногами. Ну а мы должны показать, что все-таки не просто так. Ребята, мы в этом сезоне бьемся за три трофея. Ну а в другом полуфинале, как мы видим, там РБ Лейпциг. И я думаю, они скорее всего выйдут в финал. Есть у меня такое почему-то предчувствие. Игрок, за которым стоит поднаблюдать, это Садио Мане. Он у нас лучший бомбардир в лиге. В Кубке я, честно сказать, не знаю, кто у нас сколько забил. Но посмотрим. Посмотрим, что сегодня получится. Будем надеяться, что игра для нас сложится не хуже, чем с мадридским Реалом. Хотя, иногда вот такие соперники лично для меня сложнее, чем тот же Реал. Те команды, которые сильные, они часто убегают в атаку. Их можно ловить на контр-выпадах. Ну а вот наоборот. Команды типа Майнса. Они частенько готовы обороняться. Большую часть времени и ловить уже нас. Здорово. Горецко, подача. Садио Мане. Какой удар и такое спасение от голкипера. Лерой Сане. Пытался перебросить голкипера на дальнюю штангу. Но и здесь. И здесь вратарь Майнса. Действует здорово. Кимих. Еще одна подача. Горецко. Мяч летит выше. Какая передача. Но здесь откровеннейший офсайт. Удар из-за пределов штрафной. И вот уже Мануэль Нойер вступает в игру. Кингслей Коман. Надо простреливать. Прострел есть. И снова он застревает в ногах соперника. Все пока накрыто. Ну а вот сейчас удар поворотом есть. И хитро пробивал Горецко. Хороший пас. Здорово. Садио Мане набирает скорость. Ушли от подката. Горецко. И снова вратарь. Ну как так? Последние минуты. Первого тайма. Майнс идет в атаку. Опасная передача. Удар. Поворотовый гол. Вот о чем, ребята, я и говорил. Вот как в воду глядел в самом начале этого матча. Посмотрите, сколько моментов было у ворот Майнса. В итоге одна атака на 45-й. Скрипт работает. И Майнс забивает. И казалось бы, не самый сильный удар. Но Мануэль Нойер с ним не справляется. Это 1-0. Майнс выходит вперед. И нам становится совсем сложно. Потому что, ребята, забить Майнсу мы пока не смогли. 8-3 по ударам в первом тайме. И нам нужно что-то сделать, чтобы забить. Пока все те атаки, которые у нас были, они закончились, ребята, ничем. А Майнс провели одну хорошую атаку. И забили. Начинается второй тайм. Они чуть не забили второй. И Нойер сейчас просто в шоке. Это Лерой Сане. Именно он сейчас набирает скорость. Сане. Ушел от подката. Здорово. Передача. Ну же, забить. Не было офсайда. И Кингсли Коман, ребята, ну, казалось, уже наверняка забивает. Не получилось здесь мяч сохранить. Горецкая. Майнс сейчас всей командой отходит к своим воротам. Нам нужно найти лазейку. Лазейку в обороне соперника. Ну же, забить. Штанга. Да вы издеваетесь. Вы издеваетесь, ребята. Здорово. Гнабри развернулся. Ну же. Кингсли Коман. И здесь соперник принимает удар на себя. Томас Мюллер. Мяч в воротах, ребята. Мы возвращаемся в эту игру. Но частенько Мюллер именно такими голами помогал нашей команде по ходу сезона. Когда, ну, никто не мог забить. И только лишь удар Томаса Мюллера оказывался точен. Здесь очень здорово, очень высоко встретил соперника Матиас Деликт. Ну, а дальше хороший розыгрыш. И, ребята, 1-1. 66-ая минута. Но не стоит сейчас думать, что все пойдет как по маслу. Передача на фланг. Гнабри. Заскочил в штрафную. Прострел Гнабри. Забить, ребята. 2-1. Характер Баварии. И Кимих забивает второй. Ну, наконец-таки мы смогли переломить ход этой встречи в свою сторону. Ну, и давайте Гравенберг выйдет вместо Горецки. Здесь очень здорово, свеженький Гнабри проскочил и вовремя выскочил из-за спин защитников Кимих. 80-ая минута. 2-1. Заброс за спину. 88-ая минута. Майнс, ребята, в атаке. Нарушение правил. Желтая карточка. И штрафной. Сейчас нужно только отбиться. Пошла подача. Ноер, все спокойно. И это был, я так скажу, непростой полуфинал. Мы показали характер. Мы вырвали победу во втором тайме. Ну, и Майнсу просто не хватило, наверное, того везения, которое было у них в первом тайме. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.